Славянскому району 95 лет. За почти вековую историю он сильно изменился, стал современным, красивым и комфортным для проживания. И все эти изменения были бы невозможны без живущих здесь людей, которые из поколения в поколение своим ежедневным трудом, буквально по кирпичику, строили настоящее и будущее нашей малой Родины. Увидеть этих людей, вглядеться в их лица, пережить счастливые и трагичные моменты их жизни можно было посетив фото-выставку «Моя Родина» и музей под открытым небом «История Славянского района», которые открылись ко дню города и района в парке имени Григория Пономаренко. «1929 год, 35, 58, 60 и 70, 90 и 2000. На фото-выставке «Моя Родина» были размещены фотоснимки славянцев, живших и работавших в нашем районе в разные эпохи развития нашего государства. Вот казачья семья из станицы Петровской. Дата снимка – 29-й год прошлого столетия. А это уже 60-е. Семья Клюевских-Демченко из хутора Семисводного. А здесь запечатлен счастливый момент жизни семьи Аблогиных в 1970 году. Было удивительно вглядываться в эти лица, вместе с ними проживать дни, запечатленные на снимках, представлять, чем и как они жили, как сложилась их судьба. Посетители выставки были под большим впечатлением от увиденного. «Бесподобно. Вы знаете, я хожу, у меня, честно сказать, аж по спине такие изморозки, потому что очень старые фотографии, вот именно такой вот, понятно, что это как переснимок, но все равно, вот, как, еще прошлого века, 1870-го года, вообще бесподобно аж, аж фото берет. Очень, очень интересно. Спасибо это, кто устроили. И еще спасибо тем, кто это сохранил». Некоторые посетители выставки даже смогли найти здесь своих родственников и знакомых. Алла Супряга увидела семью своего мужа, что стало для нее настоящим открытием, поскольку их семейный фотоархив сгорел при пожаре. «Это моя свекровь, это старшая ее дочка свекрови, а это моего свекра, сестра, держит старшую девочку. Это моя семья, со свекровями мы очень долго жили. Свекра, я замуж вышла, я уже не была, он умер рано. А со свекровями мы жили очень долго». «Ну и как вам это увидеть, свою семью?» «Да это очень радостно, тем более у нас произошел пожар, и у нас все фотографии просто сгорели. А это вот память такая осталась вообще». Чуть дальше от фото-выставки разместился музей под открытым небом «История Славянского района». Поселения района подготовили мини-выставки об истории своих населенных пунктов. Здесь можно было увидеть старинные вещи и книги, услышать интересные факты из прошлого. «Вот эта карта 1870 года. Она была нарисована маленькой девочкой по воспоминаниям наших жителей, старожил. Когда-то давно-давно, где-то в 1860 году, здесь было семь хуторов на этой территории. И они назывались по казакам, которые там жили. Хутор Павленкиевский, Каваленкиевский, Казака-Грися. Потом в 1870 году Ануфрию Коржевскому за боевые заслуги перед Отечеством дали землю. На другой стороне трассы Краснодар-Темрюк. Она называлась Темрюкский тракт. И впоследствии потом хутора объединились, и хутор начал называться Коржевский. И поныне там находится. Да, и поныне там находится. Музей под открытым небом отличается от обычного музея тем, что здесь экспонаты можно трогать руками и примерять. Этому особенно порадовались юные участники выставки. Мальчишки с энтузиазмом маршировали, вооружившись гранатометом. Рассматривали мины и снаряды времен Великой Отечественной войны. А потом восторженно рассказывали о своих впечатлениях. Мне очень интересно, но самое мне понравилось, то, что вот этот снаряд очень большой. И как его могли загружать большими кранами маленькими. И вот этот еще осколок, он очень тяжелый. А как его поднимали? Интересно. Мне запомнилось, вот этот большой снаряд, он очень большой, мощный. Автоматы сделаны очень искусно, прочно. И все продумано до мелочей. Кроме оружия, посетители выставки могли увидеть, как работали связисты или военный сапожник. С помощью каких инструментов проводили операции на поле боя. Посетить офицерский клуб, в котором кроме старинного кинопроектора было размещено много интересных экспонатов. Сотрудники историко-краеведческого музея, а также студенты техникумов сопровождали все это интересным рассказом. Медицинский штаб. Среди инструментов медицинских, которые вот вы видите, перед вами находятся, есть вот такой вот малый перевязочный пакет 1941 года. Это уникальнейшая вещь, которую сохранили. И каждая медсестра имела вот такой вот перевязочный медицинский пакет. И дети, и взрослые, посетившие музей под открытым небом, не могли сдержать эмоции от увиденного. У меня папа воевал, портсигал. Я видела, вот все остальное я первый раз вижу. Так поражена, так удивлена. Это вообще молодцы, что вот такую выставку устроили. Умницы. Нам очень понравилось. Очень интересно и познавательно рассказали. Детям все было интересно. Узнали очень много нового. Молодцы ребята, что не забывают прошлое нашей Родины. И это полезно для наших внуков, для патриотизма, для понятия патриотизма. Молодцы. Мы приехали из Подмосковья, из города Щелково, в гости к родителям. И попали на сегодня, в этот день на праздник узнали. Пришли на выставку. Очень здорово. Молодцы ребята тоже все знают. Готовы информационно. Все молодцы. Рассказывают, подсказывают, показывают. Все молодцы. Анна Монастыренко, Георгий Каринин. Праздничный выпуск.